Когда началась война, Игорю Андреевичу Абрамову было 15 лет. Всего лишь подростки, он и его друзья не сразу осознали весь ужас положения. И только увидев все собственными глазами, поняли, война далеко не радостное событие. Где-то с 10-11 часов в небе слышался прерывистый гул немецких бомбардировщиков. Они спускали ракеты на парашютах. Начиналась бомбежка. На фронт Игорь Андреевич попал в декабре 1943 года и оказался в составе экипажа морского охотника. Они принимали участие в боевых походах, высадках десанта, конвоировали транспортные суда. О победе узнали внезапно. Это была такая радость. Тепло пошло по всему. Тут начали стрелять, кричать, люди начали обниматься. После окончания войны Игорь Андреевич еще 5,5 лет прослужил в морском флоте. За заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за оборону Заполярья и другими. Вернувшись домой, решил продолжить свое образование. Учился в Педагогическом университете в Курске на математическом факультете. Потом работал преподавателем в Старо-Оскольском педагогическом институте, а через некоторое время его перевели в Белгород. Игорь Андреевич работал и за границей. Преподавал в Гвинее и Алжире. Вернувшись на родину, продолжил работу в Белгородском педагогическом институте и вышел на пенсию в 1986 году. В преддверии Дня Победы Игорь Андреевич выразил свои пожелания молодежи. Любить родину через познание ее исторических корней, которые можно осуществить через изучение классиков нашей русской литературы. Довольствоваться тем, что имеем, и находить в этом радость и удовлетворение. Сейчас Игорь Андреевич живет с женой. Дети и внуки выросли, подрастает и правнук. В следующем году Абрамовы отметят 60-ю годовщину своей свадьбы. Абрамовы отметят 60-ю годовщину своей свадьбы.